Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот С другой стороны, если ты сторонник Почему-то не становишься полноценным членом Единой России Возможно, кто-то принимает решение о том Чтобы вступить в партию уже после Например, да, скажем, удачного Внутрипартийного голосования Ну, то есть, ну, в любом случае Праймерис, как мы уже неоднократно, да, в этой студии подчеркивали Все равно своеобразная часть Предвыборной гонки, да, ну, скажем так Чуть-чуть раньше начавшаяся Чуть-чуть раньше, ну, на самом деле У нас уже давно говорят о том, что у нас Предвыборная кампания в информационном По крайней мере поле Она уже давно стартовала Напоминаем, что Единый день голосования в этом году У нас 11 сентября И у нас будут Выборы губернатора региона И выборы в седьмой созыв Кировской городской думы, соответственно На мой взгляд, не знаю даже как ты Но в средствах массовой информации И вот эта тема Праймерис, она очень даже подогревалась Буквально каждый день шли новости о том, сколько человек проголосовало Ты имеешь в виду по сравнению с прошлым? А когда был план на прошлый Праймерис? Нет, ну, то есть мы... Видимо, в прошлом году, когда у нас были выборы в законсобрании Мы, понятно, как бы следили за всеми, да, внутрипартийными голосованиями Так или иначе, то есть для нас это всегда была информационная повестка Поэтому мне иногда бывает сложно оценить Вот этот информационный шум, он больше или меньше В том плане, что мы-то в этом варимся всегда Вот, соответственно Когда ты спрашиваешь людей Ну, люди, как правило, вообще в принципе не знают, да, что это То есть если ты к какому-то обывателю на улице подходишь Так вот и вопрос, должно ли это вообще интересовать обычных людей, да? Не сторонников, не членов партии «Единая Россия» Раз это, еще раз повторюсь, сугубо внутрипартийное дело Это такая пристрелка, да, к предстоящим выборам Которые остаются у нас через три с половиной месяца Мы сегодня подобрали круг экспертов Они будут выходить с нами по телефонной связи Будем спрашивать, как они оценивают результаты праймерис Представители «Единой России» у нас в том числе будут Представители так называемой позиции Тоже будут постепенно подключаться Ты сама-то, кстати, заходила на сайт предварительного голосования Интересовалась теми кандидатами Смотрела ли их биографии, презентации Я признаюсь честно, мне вот как человеку Который всегда ходит на выборы Праймерис неинтересно Сам праймерис, само внутрипартийное мероприятие Но я, пожалуй, с тобой соглашусь Я давным-давно уже взял все-таки за принцип Ходить на выборы в привычном понимании этого слова Я всегда знакомлюсь со всеми кандидатами Кто чем занимается Но вот конкретно вот внутрипартийная вот эта вот голосовалка Проходит, ну, мимо меня не как журналиста Но мимо меня как избирателя Как жителя конкретного избирательного округа Ну, не знаю, если будет время Мы поговорим по именам, по персоналиям Кто победил в праймерис Единой России Ну, я думаю, что сейчас многих, кого мы упомянем В разговоре с нашим спикером, с первым экспертом Это Роман Данилин Генеральный директор группы компании Инмедиа Роман Альбертович Один из тех экспертов А может быть даже эксперт номер один Который очень активно освещал эту тему Тему праймерис Роман, приветствуем вас Добрый день Да, добрый день Подводим сегодня итоги праймерис Единой России Голосование закончилось 29 мая Вчера, уже 30 числа Были обнародованы списки победителей В том числе на сайте Праймерис Единой России Все это можно увидеть Какие-то простые, короткие вопросы И постараемся такие понятные ответы на них давать Почему, с вашей стороны, такой большой интерес Достаточно к праймерис Единой России Вы считаете это очень важным Политическим событиям в нашем городе? Безусловно, в межвыборный период Ну, условно говоря, мы сейчас не вступили В активную фазу кампании в Гордуму И губернаторскую Подобного рода вещи С моей точки зрения Интерес, безусловно, вызывают у кировчан Потому что других событий политических Ну, как бы, не происходит в текущем моменте в городе А цифра Проголосовав Принесших участие в голосовании Как мне кажется, достаточно хорошие 15 тысяч, да? Да, 15 с лишним тысяч человек По факту проголосовало Больше 160, да, участников Цифру Не очень помню 182 нам приводили, да? Да, 182 кандидата Высокая конкуренция по округам Там где-то в каких-то округах В сергруппах и 5 человек И 7 человек Зарегистрировалось Мне кажется, если сравнивать Два или три раза в день Оргштаб предоставлял Это как бы очень хорошо Ну, тем самым Коммуникация была Соответственно, и мы освещали Если бы эта информация была закрытая Если бы не были вот эти там Линии выстроены со СМИ То, конечно, интерес был бы К праймерис ниже Ага, Роман, вот смотри Мы тут как раз говорили об интересе И о том, что, да В политической среде В журналистской среде Большой достаточно интерес Вызывают внутрипартийные выборы А что насчет обычных людей? Насколько для них вот эта вот ступень Как часть, да Ну, неофициально предвыборной кампании Вообще важна Насколько обычные люди следят за этим? Изменилось ли что-то по сравнению Да, с 21-м годом? То есть повысился ли интерес Среди обычных граждан? Вот в этом вопросе, наверное, нет С точки зрения именно массового восприятия И абсолютно правильно отмечено Да, наверное, интересы в большей степени Вызывает это у политической тусовки У медийной тусовки У чиновничьей тусовки Именно в массовом восприятии Наверное, я там какого-то там ажиотажа не заметил Но при этом все-таки Я считаю, что показатель Людей, которые приняли участие Именно как кандидаты Он достаточно высокий 185 человек Из них, как оргштаб сообщал 36% молодежи Да, безусловно Скорее всего, стояли перед Единой Россией Там кипя и задача Выдвинуть такое-то количество молодежи Потому что там Москва требует Но, как мне кажется Половина из тех, кто выдвинулся Это было Алло Да, да, да Слышим Как минимум половина, мне кажется Выдвинулась самостоятельно Ну а половина Потому что партия сказала Смотрите, а было бы Все это дело интереснее Если бы праймери Проводили все партии Да, то есть вот с таким же размахом С таким же привлечением людей И даже не столько с точки зрения Интереса какого-то просто там Обывательского Да, то есть как это все происходит А именно привлечение К самим выборам То есть вот эти там 180 с лишним человек Это же все равно Тоже избиратели То есть это избиратели Которые теперь-то точно Пойдут на выборы И скорее всего Пойдут на выборы Те близкие Знакомые, да Кто был в курсе Что эти люди принимали Вообще участие в праймерис И то есть Если бы каждая партия Проводила вот такую вот Внутрипартийную Внутрипартийную Голосовалку, да Которая бы освещалась В СМИ и везде Возможно вот охват Потенциальных именно избирателей За счет включения людей В праймерис Был бы выше Безусловно Безусловно Был бы выше Я вообще за любые Демократические инициативы И за развитие Любых демократических Там форм Подходов Условно говоря Институтов Если бы это было Если бы праймерис Проходил у других Хотя бы парламентских партий Да Справедливая Россия КПРФ Новые люди ЛДПР Да Безусловно Это бы добавило Внимание Значит К выборам Как таковым И к праймерис Как таковому И увеличило бы Количество И участников Кандидатов И проголосовавших Но Здесь Есть очень большое Но У большинства Парламентских партий А нет Скамейки Запасных Я уж молчу Про Там Малые партии И Если удастся Там закрытие 18 одномандатных Округов Тем или иным Партиям Это уже будет Победа Поэтому Просто Нет Вот Той возможности Как у Единой России Там У той же самой ЛДПР Или ТПРФ Создать Конкуренцию В округах Да И выставить Там 5-6 Человек Роман Если пройтись По персоналиям По конкретным Людям Которые В этом году Приняли Решение Принять Частие В праймерис Единой Россией Вот из этих 180 с лишним Кандидатов Удивил ли вас Кто-то Вы не ожидали Его появления В списках Вот по поводу Ожидал Не ожидал Люди Достаточно Понятно Я ключевые Выводы Вчера Сделал В телеграм-канале В плане Отмещения Тут наверное Из интересного Ну повторюсь Там Тезисно Третье место Семенищева Хотя на него Определенная ставка По округу Была Как бы Интересно Из интересного Валерий Семенищев Поясним Зам Руководителя Регионального Оператора Зам Руководителя Куприта Да Вот Вот У них же там еще была Словесная перепалка С Вячеславом Цирюком Который скорее всего От справедливой России Пойдет по этому же округу В итоге Цирюк Сразится с врачом Даниловой Если не ошибаюсь Данилова в этом округе Победила То есть он Если Цирюк будет Баллотироваться В ЗАГС-собрании Он сражался С Морозовой Морозова победила Врач на авиатской больнице Главврач Сейчас он опять будет Скорее всего Сражаться с врачом Даниловой Если будет принимать Участие на выборах Данилова Любовь Валерьевна На авиатске Одномандатный Номер 17 Да Вот Поэтому Если там пойдет Цирюк Вот опять он будет Сражаться с врачом Уже с другим Дальше Из интересного Ну У меня был интерес Я наблюдал за округом Где выдвигался Андрей Вавилов Опора России Вот И там он уступил Представителю Директору филармонии Если не ошибаюсь А сейчас я как раз Не перед собой Спички Сейчас я на сайте Как раз нахожусь До предварительного голосования Да Он второй По 16 Первомайскому Одномандатному Избирательному округу На первом месте Да Действительно Вятская филармония Замдиректора Замдиректора Эльвира Могосемьянова Вот еще из пунктиков Из моментиков Отмечу победу Соломенникова Младшего Младшего Сына Врача Михаила Геннадьевича Соломенникова То есть Такая династия Получается Да Идет В органы власти Старший сын Депутат Загсового собрания Избранный Младший И пошел В городскую думу По тергруппе Да он Первый Первомайская Номер 16 Тергруппа Да Первомайская Тергруппа Отмечу Очень Высокий Отрыв В плане Победы В тергруппе И одномандатном Округе У Ковалева И у Березина Березин по тергруппе Ковалева по Одномандатному Да Ковалева вроде бы Первый Одномандатный Первый Ленинский Да Одномандатный С огромным отрывом Там практически В 9 или 8 раз У него больше 1000 1117 голосов 1117 А второй Второй результат Всего лишь 185 Да 185 Потом Илья Попов Третье место 160 С чем-то Вот И очень Такая Весомая победа Андрея Березина Директора Глобуса Патергруппе У него больше 800 Под 900 Голосов Если я опять же Не ошибаюсь Почти 900 Его же топ-менеджер Касулин И все остальные Там как бы Глобально ниже Идут Вот Еще из интересного Отмечу Что Заявилось На праймере Ладно Заявилось Победило Огромное количество Учителей Да Да Очень интересная Ситуация Если в том году Мы обсуждали На выборах ЗАГС Собрания Термин Команда Врачей И он там Устоялся Потому что По Кировским Округам Шло 5 Врачей Трое Из них Победили То Похоже В этом году Будет сделана Ставка Именно на Команду Учителей Потому что Представителей Образования 10 человек Вот Ну там Я В целом Широко говорю Учитель Да Потому что Там из этих 10 ректор Симбирских Сельхозакадемий Ну там Про педагогов Говорю Так сказать В целом Вот Много директоров Колледжей Директоров Школ Рядовых Учителей Поэтому Вот Единая Россия Сделала Ставку На учительство То есть Это Не случайность Это Стратегический Замысел Прошло С врачами Пройдет С учителями Не знаю Замысел Не замысел Но Как бы В чем-то Ставка Наверное Оправдалась Там Включая Вероятнее всего Они на большинство Из этих Учителей Все-таки Ставили Что они Победят Здесь Вопрос В другом Почему Они победили Да Потому что Конкуренция Все-таки Была В каждом Округе Не только Учителя Шли Я думаю Тут ответ Достаточно Прост Потому что Как сообщали Представители Оппозиционных Партий Было Зафиксировано Достаточно Много Обращений Связано С тем Что бюджетников Побуждают Зарегистрироваться На Праймере Бюджетников И соответственно Проголосовать Но здесь Вот я Отмечу Наверное Вот какой Момент За конкретных Людей Не призывали Голосовать Ну условно Власть Было Там Определенное Административное Воздействие На бюджетников Чтобы они Зарегистрировались И проголосовали Соответственно Бюджетники Если мы Понимаем Что с 15 тысяч Предположим Проголосовало 10 тысяч Бюджетников Они выбрали Ну Своих То есть Те же самые Там Учителя Врачи Работники Культуры Голосовали Как представители Бюджетных Организаций Они проголосовали За представителей Этих же сфер Поэтому Здесь тоже Для меня Неожиданностей Нет Если бюджет Голосовал Значит Бюджетников Выбрали Ну там Еще кстати Были сообщения О том Что у кого-то Возникали Сложности С голосованием По конкретному Месту жительства Но они были Единичными По-моему Не приобрело Массовый характер Не приобрело Да-да Буквально В первый день Мне лично Написали Три человека О том Что они должны Голосовать В одном округе Программа Отдает другой Округ на голосование Но здесь Опять же отмечу Оперштаб Оперативно Среагировал Все там Эти ошибки Исправили И люди уже Проголосовали Так как Правильно было Проголосовать По своему округу Я думаю Это носило Больше единичный Характер Эта история Нежели чем Какая-то массовая Ошибка была Последний Наверное Момент Вот по поводу Опять же Учителей То есть Тот же вопрос Который задавался В прошлый раз Когда была Компания По врачам Ты учитель По образованию Я учитель Почему мы не там Не в праймере То есть Этот вопрос Задавался И когда Выдвигалось Много врачей Они занятся ли Врачам Своим делом То же самое Сейчас говорят Про учителей Что насколько Учителя могут Грамотно Назовем вещи Своими именами Выполнять Свои функции В какой-либо Из палат парламента Но с другой стороны А кто должен быть В парламенте Если не Просто Обычные люди Те кто нас лечат Те кто нас Учат С одной стороны Как бы да Там управленцы Бизнесмены Но так или иначе Управленцы Бизнесмены Очень часто Бывают Оказываются Оторваны От жизни В своих Мирах Своими понятиями Зачастую Оторванными От каких-то Реальных Вещей С другой стороны Не перегибаем ли мы Палку Вопрос Дискуссионный Наверное Все таки Да Понятно 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 что он Больше такой Из области Какой-то Политической Философии Но тем не менее Тут Давайте там Наверное Два важных Момента Отметим Первый То что Десять Учителей Прошли Праймерис И будут Кандидатами От Единой России Это не означает Что все Десять Стали Депутатами Городской Думы Это первое И наверное Главное Выборы Покажут Команда Врачей Пошла Победила 50% Половина Половина Не прошли Второе Кто должен Быть В Думе Должны ли Быть Представители Образования Должны В моем Понимании Это должно Быть Два Три Четыре Человека Причем От разных Естественно Такая Крупная Квота У нас Была Как-то Городская Дума В 90-е Полностью Учительская Учительско-медицинская И состав ЗАГС Собрания Был один Подобного Рода Сформирован Победили И Городская Дума Но я хочу Сказать Что эти Органы Были Практически Недееспособны Потому что У Учителя При всем Уважении К профессиям Я тоже Мама Учителя Я очень Уважаю Учительство И всех Педагогов Но все Таки Я Склоняюсь К точке Зрения Что каждый Должен Заниматься Своим Делом И если У нас Будет Полностью Учительская Дума То какие-то Широкие Вопросы Связаны С развитием Города С развитием Инфраструктуры С решением Городских Проблем Мне кажется Учитель Не сможет Решить И все Таки Большую Часть Депутатов Должны В моем Понимании Быть Руководители Бизнесмены Экономисты Юристы Профессии С более Широким Гуманитарным Так сказать Обзором Например Если ты Смог построить Предприятие Если ты Например Строитель Руководитель Строительной Компании Ты строишь Дома Значит Скорее всего Ты сможешь Сделать Что-то хорошее И для Города И все эти Проблемы Тебе Гораздо Виднее Вот условно Говоря У нас же Учительство Курирование Образование Практически Полностью Передано В региональное Правительство Социальный блок Так называемый Да Соцблок На уровне Муниципалитета Как бы Учителя Там Определенного Курирования Не имеют Соответственно А что они В плане Принятия решений Городской думы Будут обсуждать И делать Не про учительство Говорить Роман Ну наверное Уже последний вопрос Это ведение Областного И последний вопрос Уже подводя Итог Этому всему Мы знаем Прекрасно Что долгое время Говорится о том Что Единая Россия Теряет статус Теряет свой авторитет Да Вот этот Праймерис Именно Кировский Он показал Что партия Ну имеет Серьезные шансы И достаточно Серьезный Политический вес И не собирается Так просто Сдавать свои позиции На ваш взгляд Безусловно Тут же надо понимать Что с учетом Военной спецоперации Сейчас идет Мобилизация электората Мы это замечаем Мы это видим Про президентского Электората Про властного Электората Рейтинги Федеральной Единой России По итогам Прошлой недели 46% В Кирове Конечно Эта цифра Меньше Потому что У нас более Оппозиционный Более протестный Регион Но мне кажется Если мы сейчас Социологию провели Мы кстати Планируем В рамках нашей Соцслужбы Зеркало Холдинга Провести социологию По политпартиям Мне кажется По ощущениям Единой России Сейчас первое место В первую очередь Из-за внешней повестки Ничего там Сверхъестественного Хорошего На федеральном Региональном уровне В области Законотворчества Или экономики Не происходит Но внешняя повестка Провластный Электорат Смогла Объединить Мобилизовать Вот Если Единая Россия Проведет Качественную Компанию Войдут в компанию Быстро А не как На прошлых выборах За месяц То я думаю У них очень серьезный Есть При всем при этом Потенциал К высокому результату Да Будет в городе Гораздо сложнее Чем победа В ЗАГС Собрании Я думаю Что претендовать Будет на первую роль Справедливая Россия Потому что У них по Кирову Были отличные результаты По городским округам Из шесть Из девяти Мандатов ЗАГС Собрания Городских Взяла именно Справедливая Россия На прошлых выборах Поэтому Компания Будет очень интересная Очень интересная Спасибо Будет бой Будет бой За Киров Спасибо за Такой Основательный Комментарий Выводы Роман Данилин Генеральный директор Группы Компании Инмедиа Я напоминаю Что Следить за мыслями О политической жизни Региона И города Романа Данилина Можно В его телеграм-канале Личное мнение И в соответствующей группе В социальной сети Вконтакте Ну вот Все равно У меня К тезису о том Что каждый Должен заниматься Своим делом Есть небольшие вопросы Просто потому что У нас на депутатов Ведь по-моему Не учат На депутатов Не учат Безусловно Нет такого Факультета Такой кафедры В любом случае Человек Который сидит В городской думе В ЗАГС Собрании В Госдуме То есть на любом уровне Он Чем-то занимается Ну кроме тех Кто на освобожденной Должности То есть у них есть Какое-то дело Которым они должны Заниматься Ну депутат Это же в том числе Еще и опыт Богатый жизненный опыт Профессиональный Когда ты работал Общался с большим Количеством людей И знаешь их Действительно И проблемы И то о чем Они переживают И знаешь Самое главное Пути выхода Из этих проблем Вот наверное Одно из составляющих Важных депутатской работы Ну то есть с одной стороны Было бы идеально Да Чтобы в парламенте Там любого уровня Были представлены Все категории Да И бизнесмены Там и какие-то Управленцы Учителя Врачи Но опять же Без искусственного Воздействия Извне Возможно ли Выдержать Вот этот какой-то Идеальный там Процент Отхождения людей В городском парламенте Напоминаю У нас 36 Депутатов по-прежнему И на 5 лет Они снова будут Избираться В сентябре этого года Я думаю 36 это немалая цифра Где можно Попытаться По крайней мере Какой-то баланс Соблюсти Да По представленным Сферам Интересам Отраслям И так далее Роман Зяблых С нами на связи Руководитель Исполкома Кировского Регионального отделения Единой России Роман Юрьевич Добрый день Роман Юрьевич Вы в эфире Добрый день Да Добрый день Да Добрый день Давайте пообщаемся Времени не так много Давайте сразу Ваша оценка С составившемуся Праймерис Как оцениваете То что Свершилось Расклад Первые места По персоналям Успешно Неуспешно Пожалуйста Спасибо за вопрос Ну Предварительное Голосование Завершилось И прежде всего Я хотел бы Поблагодарить Жителей Города Кирова Кто принял Участие И проголосовал За Кандидатов Единой России В предварительном Голосовании За то что Они отдали Свои голоса Таких Людей Более 15 тысяч Благодарю им За то что Они Помогли нам Определиться С теми Кандидатами Кто Пойдет В Кировскую Городскую Думу Само Предварительное Голосование Итоги Считаю Что Они прошли Состоялись Достаточно Успешно У нас Заявилось 182 Человека На предварительное Голосование И конкуренция Составила Порядка Пяти человек На одно Место Вот Если Говорить О Возрастном Гендерном Составе То Мужчины Преобладают И Что радует В этом году Примерно Третья часть Даже чуть более Это была Молодежь Была Есть И остается И мы По Многим Округам Одномандатным Выдвигаем Молодежь А молодежь Простите Это до 30 35 лет Я сейчас Замневался До 35 лет Да Поэтому Спрашивайте Готов Ответить Вы Сами Принимали Участие В Праймере С Первомайской Тер Группы Номер 15 У вас Второй Результат После Михаила Юсупова Да Как оцениваете Личный Опыт На 15 Территориальную Группу На 15 Округ Не так Много Было Желающих Чтобы Поддержать Предварительное Голосование Я встал В территориальную Группу Но Честно Говоря За двумя Зайцами Погонишься Не поймаешь Ни одного Поэтому Занимался Общими Вопросами Предварительного Голосования И не Занимался Собственными Наверное Выборами Или как Это можно Сказать Поэтому Поддержать Поддержал Но Вряд ли Приму Участие В самой Избирательной Компании Роман Смотрите По ощущениям Достаточно Много Было Участников По моему Поправьте Меня Если Я ошибаюсь Больше Чем Было Участие В праймерис Перед Выборами В ЗАГС Нет Это Примерно Одинаковая Цифра Да То есть Округа Люди Конкурентные Но Тем не менее Вы Как оцениваете Насколько Люди Реально Хотели Выиграть Ну то есть Для кого Это Была Просто Я не знаю Ну то есть Какая-то Галочка А как это Оценить Насколько Человек Хотел Выиграть Ну я не знаю Возможно По разговорам По беседам Еще почему-то Ну то есть Для людей Для участников Именно Примерис Это была Просто что-то Вот какая-то Да Отметка В биографии Что я принимал Участие Во внутрипартийном Голосовании Или Действительно Хотел Стать Кандидатом Ну Готов Ответить На этот вопрос Действительно У нас Были Те люди Мы думали Кто победит То есть Мы Предполагали Одних Условно говоря Фаворитов Гонки Но по Результатам Предварительного Голосования Мы увидели Картину Которая Несколько Там Отличается От того Что Ну Хотелось Или не хотелось Видеть Но От той Картины Которую Мы рисовали Мы увидели Что Минимум В нескольких Округах Победили люди Которые Искренне Желали Выдвигаться От единой России Ходили Ногами По округам Агитировали За себя Ну и Соответственно Они победили Поэтому Этот настрой Он виден Он виден И Давайте Например Возьмем Округа Просто Рассмотрим Та же Тот же Первый Округ Там У нас Самый Большой Процент Проголосовавших Порядка 7% Избиратели Зарегистрировались И проголосовали В электронном Виде На предварительном Голосовании Есть Другие Округа Там 17 Округ Где Победила Простой Врач Врач Которая Известна В Радужном Любовь Валерьевна Данилова Мы ее Имеем ввиду Упоминали уже Нововятский Андомандатный Номер 17 Да Номер 17 Возможно ли Еще какие-то Перестановки Перед Выборами Или вот Эти люди Таким составом И отправятся На выборы То есть Насколько Результаты Праймерис Они скажутся На реальном Раскладе По кандидатам Уже в сентябре Этого года На реальных Городских Выборах Ну значит Сегодня Мы планируем Провести Сегодня-завтра Итоговое Заседание Организационного Комитета И утвердить Итоговый Список Победителей Предварительного Голосования То есть Все это Можно посмотреть На сайте Предварительного Голосования И Если мы Говорим О перемещениях Они Теоретически Возможны И я думаю Что их будет Если они будут Ну Незначительные То есть Мы можем Сейчас На сайте Предварительного Голосования Увидеть Практически Итоговый Список Тех людей Кто будут Выдвинуты В Кировскую Городскую Думу Конференция Состоится В июне Ну и Дальше Пойдет Собственно Сам этап Избирательной И в июне Уже будет Официально Представлен Список Кандидатов От Единой России Да? Конечно Конференция Состоится И Люди Уже По итогам Конференции Пойдут Регистрироваться В качестве Кандидатов А вот еще Такой технический Момент Да Эти перестановки Да Вы сказали Незначительные Возможные Перестановки Это касается Не знаю Первых троек Победителей Или Тут уже места Не важны Праймерис Как собственно Исполком Решит Так и будет Нет Ну решает Не исполком Есть руководящие органы В лице Городского Политического Совета Вот Если говорить Об одномандатных Округах И территориальных Группах То Одномандатные Округа Точно не претерпят Никаких изменений Победители Определены То что касается Территориальных Групп Еще раз говорю Возможно Возможно Но здесь Также Руководящие органы Будут принимать решения Спасибо Спасибо За комментарий Роман Зяблых Руководитель исполкома Кировского регионального отделения Единой России У нас пора Небольшую рекламную паузу Прямо сейчас мы сделаем После чего продолжим Это программа Дневной разворот Мы продолжаем Дарья Тупызлеева И Владимир Сметанин Говорим мы в первом части программы Об итогах праймерис Единой России Накануне 30 числа Партия выложила Списки победителей Там Всего Победителей Получается 36 Потому что у нас 18 одномандатных Избирательных округов И 18 Территориальных групп Кстати мы наших экспертов Что-то не попросили Уточнить Или вернее Еще раз напомнить Что это все значит Одномандатный округ Территориальная группа Почему и там И сям Ну я понимаю Что в процессе Голосования Непосредственно Там тебе Предлагается Соответствующая Кандидата Но все-таки Да У нас еще Планы поговорить С представителями Не единой России Безусловно Хотелось бы узнать И их мнение В том числе Потому что Этим людям Нужно что-то будет Противопоставлять Да В этих избирательных округах Владимир Костин С нами на связи Руководитель фракции ЛДПР В законодательном собрании Кировской области Владимир Добрый день Добрый день Добрый день Следили ли вообще Ну понятно Наверное следили Да И вопрос Насколько Внимательно Да И то есть Вот с Романом Зяблых мы общались Он говорит Что какие-то вещи Даже их удивили Да Внутри партии То есть Вы как оцениваете Результаты Простите Перебью Да Насколько я помню В прошлые годы Мы тоже с Владимиром Общались На эту тему И если не ошибаюсь Вы довольно скептически Относитесь к Праймерис Так ли это Праймерис Единой России Имея ввиду Ну знаете Как механизм Ну так скажем Предвыборной агитации Праймерис На самом деле Неплохий Но при этом Скептически Отношусь К Праймерис Потому что Ну как показывает Практика Не так много Получается Мобилизовать сторонников Может потому что Сторонников мало В Единой России В этой части Да Но когда победитель Набирает там 200-300 голосов Говорить о полноценном Представительстве Не приходится В городе С населением Более полумиллиона Человек Да Ну в деле Все-таки Стоит следить За округом Там 20 тысяч Человек Проживает И когда там 250 голосует За победителя Ну это наверное Не тот ориентир Который Хотелось бы Получать победителю Следил Недостаточно Внимательно Потому что Мы сами Формируем сейчас Списки И больше Конечно Голова Озабочена Вот этим вопросом Но Одним глазом Поглядывал Конечно Результаты Безусловно Видел Для того Чтобы понимать Насколько Легко Или может быть Не очень Будет Приходиться Нашим Одномандатникам Конечно Нужно Соперников Знать В лицо Списки Вы составляете Непосредственно К выборам А не К праймеристам В рамках ЛДПР Нет Безусловно Наши Ключевые Одномандатники Базировались На тех Округах Где они Работали До этого Без оглядки На то Кто победит От Единой России Владимир Смотрите А насколько Логично Я не знаю Судить По Поддержке По праймерист С точки зрения Избирателей Не слишком Много Мы требуем От людей Которых На выборы Сложно Загнать Справедливости Ради А тут Говорить о том Что Если Мало Людей Принимало Участие В праймерист То это Соответственно Вопросы К тому А сколько Людей Поддерживают Единую Россию Может просто Смысл В самом Процессе В его Непонятности Для большей Части Людей Здесь ключевое Слово Вы правильно Назвали Загоняют Очевидно Что в праймерист Редко кто Участвует Как мне кажется Может я ошибаюсь Но мне кажется Что мало кто Участвует По воле Сердца И действительно Ищет Своего Кандидата Заморачивается Тем Чтобы зарегистрироваться На госуслугах Мне кажется Это все таки История Про Ну так скажем Приказ И бюджетники Много раз Об этом говорили Что их просят Ну если не заставляют То так настоятельно Просят В кавычках Да 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 Поэтому О добровольности Здесь вообще говорить Наверное Не приходится Хотя Наверняка Есть и те Кто По воле сердца По воле сердца Свой голос Отдает Стоит ли Требовать От кандидатов Прям какой-то Всенародной любви Да конечно Не стоит Еще раз Если бы У нас люди Были заинтересованы Правильно Абсолютно Задаете вопрос В самом участии В выборах То они наверное Внимательнее бы Относились И к подбору кандидатов Такой механизм Как выбор Для начала Кандидата Достойного Среди других А потом уже Чтобы было Из чего выбирать Процедура голосования В основной День голосования Это было бы логично Но Действительно Не заинтересованность Людей И она абсолютно Я считаю Закономерна Не заинтересованность В том Чтобы даже В день голосования Свой голос Отдать Кандидату Ну предопределяет Что праймерис Еще меньше Людей посещают Даже если Это нужно Сделать дистанционно Мы тут уже Отметили эту особенность Заключается она В том Что Десять Представителей Сферы образования Выиграли праймерис Единой России Плюсом Еще Четыре человека Из сферы Здравоохранения Насколько для вас Это было ожидаемо Ну вот Разговоры ходили Об этом давно Что будет делаться Ставка Единой России На Представителей Таких народных Профессий Как оцениваете Произошедшее Это тенденция Последних лет Удивляться Здесь нечему При этом Много раз В том числе В эфире Ваша Взстанция Говорила о том Что На мой взгляд Неправильно Когда бюджетники Ну по крайней мере Так массово Идут в думу По одной простой причине Если бы они шли для того Чтобы Отстаивать В том числе Свои права Права Таких же бюджетников Чудей Врачей Работников Культуры Это было бы понятно Но когда эти же люди Молчаливо соглашаются Или более того Голосуют За Ну например Бюджет Где не заложено В полное время Индексация Зарплат Тем же самым Бюджетникам Это выглядит странно А почему это происходит Тоже абсолютно очевидно Потому что Работники бюджетной сферы Зависят от исполнительной власти И вот как раз Массовое участие Бюджетников В выборах И как следствие Победа некоторых Предопределяет Что эти люди Фактически Будучи Представителями Законодательной власти Являются Крайне зависимыми От исполнительной Ну и получаем В итоге перекосы То есть делаем вывод Что ЛДПР Врачей и учителей Трогать не будет В своей предвыборной Компании Или с волками Жить по волчьи мыть Не так массово Использовать Ресурс бюджетников Именно как кандидатов Но нет запрета Естественно у нас На то чтобы бюджетники Участвовали в выборах Другое дело Эти люди должны Четко отдавать себе отчет Что если будут На них давить Придется выбирать Вплоть до того Что выбирать Нужен тебе этот депутатский Мандат Или нет Владимир последний вопрос Короткий и короткий ответ Такой же времени немного Когда ЛДПР Представит свой список Кандидатов на выборы В Городуму После того Как мы согласуем Этот список конференций Но Сейчас уже список Понятен И он будет И уже сейчас Проходит процедуру Согласования С высшим советом Ну в июне В общем Мы узнаем Ваши имена От вас Спасибо большое Спасибо Владимир Костин С нами был на связи Руководитель фракции ЛДПР В ЗАГСобрании Эфирской области Наверное Еще одного спикера Мы успеем Да у нас буквально Три минуты остается Где-то около того Представителя КПРФ Мы хотели бы услышать В нашем эфире Михаил Кремлев Человек Хорошо знакомый Нашим слушателям Участвует Периодически В наших передачах Вопрос у Вовда Смотрю давление На бюджетников В плане того Вообще возможно ли Что на них Не будут давить Мне кажется Нет Ну то есть Они все равно Будут принимать Видимо карма такая У работников Бюджетной сферы На них постоянно Кто-то давит Если они сидят В парламенте То они вряд ли Могут выполнять Напрямую Свои функции Как представителей Народа Да Ну то есть Тех кто их избирал Не но я понимаю Там например Директор какого-то Учреждения образования Или здравоохранения Он наверное может Отлучиться На то чтобы Поработать депутатом Нет нет Я имею ввиду Даже вот в плане Принятия каких-то Там бюджетных вещей Да Принятия каких-то решений То есть Тут мне кажется Очень Мала вероятность Малая вероятность Что человек Который зависим От бюджета Который получает Деньги из бюджета Вдруг начнет Представлять Будет что-то там Категоричное Продавливать Какую-то точку зрения Отличную от Власти Скажем так Ну будем называть Ну интересный Очень сложный Да вопрос Я с тобой согласен Не так просто На него ответить Михаил Кремлев Первый секретарь Кировского горкома КПРФ У нас на связи Михаил Добрый день Да Добрый день Буквально пару минут У нас есть Для того чтобы Вы смогли дать свою оценку Прошедшему праймери Съединой России Как оцениваете То что Собственно Свершилось В списке опубликованных И по тем персоналиям Которые уже опубликованы Как оцениваете Свои шансы Да и по тергруппам И по одномандатным округам Роман Зяблых сказал Что практически Изменений Скорее всего Каких-то больших не будет То есть Какой-то анализ Можно провести Уже сейчас Ну собственно говоря Когда только Еще шла в них регистрация Вблизилась там К финалу Прямо заявок И вот все это было обобщено В общем-то Собственно Сразу было понятно По большинству округов Кто станет Теми самыми Кандидатами Кто настоящий Скажем так Кандидат А кто участвует Просто для того Чтобы создать Праймерис Так собственно говоря Оно и получилось Тут практически По-моему Ни в одном из округов Никакой интриги Не было Те Кандидаты Которые там Либо уже являлись Детатами Либо были явными Лидерами Они собственно говоря И победили Поэтому Такой интриги Не случилось Никакие там Кандидаты Ну как условно Там говоря Неожиданно Из народа Там не прошли Все как бы Стандартная схема Как всегда У них все это и получалось Насчет Наших шансов Я думаю Что у нас Хорошая команда Собирается Поэтому У нас Все шансы Скажем так На победу По округам Тут имеются Тут премьер Никак не повлиял На изменение Наших шансов Ну так или иначе Вы все равно Будете ориентироваться На эти итоги Предварительного голосования Единой России То есть Заведомо Ну слабого Да уж Если так по честному Говорить Кандидата К сильному Не будете представлять То есть Все таки будете О какой-то равновесии О каком-то равновесию Стремиться Да У нас В принципе На самом деле Уже практически Ну да В общем-то По округам Была известна Информация Кто Ну предложения Давно собирались Спортивные организации Поэтому Давно было известно Кто куда предложен И Честно говоря Мы никого сейчас Никуда переставлять Даже по итогам Праймерис не будет Так как у нас Запланировано В том же порядке Мы собираемся Работать и дальше Просто Когда Занялся Вот этот праймерис Когда увидели Кого единая рессия Предлагает Мы Сразу там Проговорим с кандидатами Чтобы они понимали А кто их будет соперником В том или ином округе Понимали К кому им готовиться И как там Корректировать свою работу А как персонально Подстраиваться Нет Мы здесь не будем У нас Своя линия Свои кандидаты Поэтому здесь просто Чисто Работа с населением Может быть Где-то какие-то Чуть форматы Методы и так далее Михаил Полминутки буквально Будете ли Отвечать Своими Учителями На учителей Единой России Ну у нас Педагогия тоже есть Врачи тоже есть Так что Просто У нас В отличие от партии Власти нет У нас Те кто идут Все-таки Действительно Бороться Бороться И менять Что-то Не будет Просто поднимать Руку И там Задобраем Когда КПРФ Раскроет Полностью Карты По кандидатам Когда станет Известно Кто Пойдет На нашем сайте Там Красный Киров Часть кандидатов У нас Уже Опубликована Я думаю Что в ближайшие Дни мы Допубликуем Разбивка По округам Ну тут понятно Что должна быть Конференция То есть Как у всех Партии Процедуры Известная Поэтому Как Вот только Все эти Процедуры Трясутся Мы Откончательно Все Ну прям Конкретно Уже С округами Когда все Проголосовано Все-таки Устав Есть устав Обязаны Его соблюдать Спасибо большое Михаил Время у нас Заканчивается Михаил Кремлев С нами был На связи Первый секретар Кировского Огоркома КПРФ Первый час Разворота На этом Завершен